Первый день форума предприниматели полностью посвятили работе над собой. Дом дружбы вместить всех желающих не смог. Запись остановили после того, как регистрацию прошли 260 участников. Я считаю, учиться надо всегда. Даже если тебе кажется, что тебе уже все известно, все равно нужно идти. Потому что каждый год появляются новые спикеры, новые темы, меняется информация, способы обмена этой информацией. Как завести полезное знакомство, выдержать конкуренцию, своими секретами делятся спикеры университета «Синергия». У вас у всех есть человек, который может выжить вашу жизнь. Он существует. А кто это вас в свой склад? А кто это в свой склад? А кто это в свой счет ваших детей? Три человека назад. А вы же понимаете, что это самое важное? Но это самое важное, что это успеха. Подписать соглашение о сотрудничестве с «Синергией» предложил в Рио главы Александр Бричалов. Такие формы – это инвестиции в человеческий капитал. В какой-то момент понимаешь, что надо работать на себя. Потому что какие-то и компетенции уже накоплены, и энергия, и силы, и знания, и опыт. И получается самому тесно в кругах чужого бизнеса, чужой компании. Поэтому нужно создавать свои океаны, свои горизонты. Стать успешным предпринимателем в Удмуртии сегодня также помогает и множество государственных инструментов. Это и госгарантии, и фонд, и различные льготные займы. Действительно, конкуренция жесточайшая идет везде. В крупном, в малом, в среднем бизнесе, в государственном управлении. Конкуренция за инвестора, конкуренция за климат инвестиционный. И в данном случае здесь людям, которые пройдут эту учебу, на мой взгляд, у них будет преимущество. У них будет преимущество перед теми, кто не смог найти время и поучиться. До конца года состоится еще несколько подобных бизнес-форумов, где обучение пройдут порядка тысячи предпринимателей. Роман Вагинов, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Роман Вагинов, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия».